Всем привет, друзья! Сегодня будет рассказ про советского актёра Владимира Гуляева, так и не получившего ни одной главной роли в кино. Но несмотря на это обстоятельство, он стал знаменитым артистом, которого всем сердцем полюбили отечественные зрители. Что у вас с головой? Деньги. Семьево, Семьево. Понял. Держите. Гуляев изобразительно и вдохновенно играл второстепенных героев, демонстрируя на экране свой талант и блестящее владение актёрским мастерством. Владимир Леонидович Гуляев родился 30 октября 1924 года в Свердловске. Сейчас это Екатеринбург. Советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Немногие знают, что Владимир Гуляев не собирался идти в артисты, а хотел посвятить свою жизнь военной авиации. И когда началась Великая Отечественная война, то младший лейтенант Гуляев сел за штурвал самолёта штурмовика Ил-2 и героически сражался за нашу советскую землю. Да, друзья, Владимир Гуляев был офицером ВВС. Именно поэтому у него безупречная военная выправка, которая восхищала его поклонников и раздражала недоброжелателей. Гуляев родился и вырос в интеллигентной семье. Его мать работала педагогом, а отец – кандидат исторических наук. Был заместителем начальника политотдела Молотовской авиационной школы. Владимир с детства мечтал стать лётчиком, и поэтому в возрасте 15 лет он уже занимался в аэроклубе. В первые дни войны Гуляев отправился в военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт. Но его развернули прямо на пороге, потому что будущему артисту было всего лишь 16 лет. Вначале Владимиру Гуляеву пришлось работать в тылу. Он стал слесарем в Пермской авиационной мастерской, где ударно трудился в течение года. В апреле 1942 года Гуляев был зачислен в военную авиационную школу и с отличием её окончил. А в ноябре 1943 года в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Владимир Леонидович воевал в 826-м штурмовом авиационном Витебском орденов Суворова и Кутузова полку 3-й воздушной армии. Причём воевал он совершенно героически, став одним из лучших лётчиков фронта. На счету Гуляева 60 боевых вылетов. Несколько раз он был ранен и контужен. Освобождал Белоруссию и Прибалтику. Награждён двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны 1-й степени. Однажды Владимира подбили немецкие зенитки, и он смог посадить горящий самолёт в лесу и остаться в живых. Войну лейтенант Гуляев закончил в начале апреля 1945 года в Восточной Пруссии, сбросив со своего Ил-2 ультиматум немецкому генералу Отто Ляшу, который был комендантом в городе и крепости Кёнигсберг. После этого немецкий гарнизон капитулировал, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления. После победы о военной карьере Гуляеву пришлось забыть. Героический лётчик был столько раз ранен, что он оказался непригоден для дальнейшего прохождения службы и был комиссован. Подумав о своей жизни, Владимир Гуляев подал документы во ВГИК, который окончил с отличием в 1951 году. Ещё будучи студентом, Гуляев женился на молодой актрисе Риме Шороховой. Но семейная жизнь у супругов не сложилась, и они развелись в середине 50-х. Но несмотря на это, Владимир и Рима вместе снялись в знаменитой мелодраме «Весна на Заречной улице». К ней мы вернёмся чуть позже. Как уже было сказано выше, Владимир Гуляев за свою долгую кинокарьеру не получил ни одной главной роли. Но зато он прославился как гениальный актёр второго плана, о котором до сих пор ходят легенды. Вначале актёр снимался в незначительных ролях, но это были фильмы, ставшие очень популярными. «Сельский врач», «Испытание верности» и «Чужая родня». Но всё изменилось в конце 1956 года, когда на экраны страны вышла мелодрама «Весна на Заречной улице», в дальнейшем получившая культовый статус. В этом фильме Владимир Леонидович исполняет роль водителя самосвала по имени Юра Жудченко, роль которого понесла актёру любовь зрителей и всесоюзную известность. Гуляев на съёмках «Весны на Заречной улице», что называется, был в ударе. Он играл на гитаре и пел нескромные частушки, которые сам и придумывал. Для многих импровизация Гуляева стала полной неожиданностью, но это только пошло на пользу картине. Ещё Владимир Гуляев запомнился зрителям в мелодраме 1960 года «Алёшкина любовь». Хотя главную роль сыграл молодой Леонид Быков, кинокритики и любители кино дружно отметили харизму и большой актёрский талант Гуляева. «Где же дивная та дорога, обязательно покажи». Даже в небольших ролях Владимир Леонидович всегда оставался узнаваемым, и это редкое качество проявилось в его дальнейших работах. Гуляев блестяще сыграл милиционеров, комедии «Операция И» и другие приключения Шурика, и лейтенанта Измура, шофёра Володю и его брата-близнеца в картине «Бриллиантовая рука», который снял великий режиссёр Леонид Гайдай. «А, так надо». Владимир Гуляев часто играл милиционеров и военных, и у него это очень убедительно получалось. Чего только стоит его капитан милиции в драме «Ко мне Мухтар». А реплики, которые он произносит в кадре, мгновенно становились крылатыми. На территории бывшего СССР до сих пор в ходу такие фразы, как «Что у вас с головой?» «Деньги». «Семен Семенович». «Понял». Обладая типажом простого парня, Владимир Гуляев был очень востребован в кино. Он, как правило, играл друзей главных героев или их оппонентов. Но в 1970-е годы карьера Гуляева стремительно пошла по наклонной, и актёру стали предлагать лишь крошечные эпизодические роли. Но тем не менее Владимир Леонидович продолжал активно сниматься в кино, вплоть до 1990-х. Последняя картина с его участием под названием «Исполнитель приговора» вышла в 1992 году. Это была социальная драма, в которой Гуляев исполнил роль Олега Степановича. Что касается личной жизни Владимира Гуляева, то во втором браке у него родилось двое детей – дочь Екатерина и сын Леонид. Вторую супругу тоже звали Рима, как и первую. Третьей женой артиста стала Люция Алексеевна Ефимова, с которой он прожил до конца своих дней. Владимир Леонидович Гуляев ушёл из жизни 3 ноября 1997 года в Москве. Ему было 73 года. Друзья, всем спасибо за внимание. Если вам было интересно, то напишите об этом в комментариях. Я продолжу данную рубрику и буду собирать истории действительно настоящих героев, которые не только дарили нам улыбку и радость с экранов телевизора или сцены, но и героически отстаивали нашу свободу, сражаясь за нашу родину и мирное небо над головой. Спасибо.